Всем привет, друзья! Итак, в Можилисе сейчас начинают говорить и поднимать очень важную социальную тему. Речь идет о интернет-мошенниках. И вся эта тема крутится вокруг онлайн-займов. Даже появился такой сленг «мошеннический микрокредит». Вот, сейчас они считают, что это главная проблема, которая подлежит обсуждению и тщательному изучению. Для тех, кто не в курсе и для тех, кто недавно подписался на наш канал, объясню, что такое микрокредит. Это онлайн-займ, который выдается гражданину, либо без участия гражданина, на конский процент не банком, а какой-нибудь организации. Типа товарищ с ограниченной ответственностью. Кредит берется достаточно легко и оформляется за 5 минут. Предприимчивые ушлаганы пользуются этой ситуацией, оформляют кредиты наших граждан за их спинами. И выводят эти деньги через подставные карточки или через интернет-платежные ресурсы наших соседних стран. Так вот, с начала этого года за 3 месяца уже совершено более 5000 эпизодов. Ну и всем известно, что наша полиция в этом плане, мягко говоря, не может обеспечить нашу с вами защиту. Из всего вала преступления раскрывается всего 20%. Но это официальная статистика. Ну мы понимаем, что ее они явно завысили. Но факт остается фактом, что у нас на сегодняшний день мы можем рапортовать, что посредством интернет-мошенничества и мошеннического кредитования ущерб превышает 35 миллиардов тенге. Недавно также изучая депутатский запрос партии Аманат по этому вопросу, вычитал, что оказывается спрос на онлайн-кредитование у нашего населения вырос примерно в 2 раза. А микрофинансовых организаций у нас в стране работает 239 организаций. Но, уважаемая партия Аманат, наверное, вы либо специально не хотите владеть информацией, либо вы просто ленитесь зайти на официальный сайт Национального банка, либо агентство по регулированию развития финансового рынка и там посмотреть, какое действительно у нас количество микрофинансовых организаций. В 2020 году их было 1000, в 2021 году их было 1000, а почему-то в 2023 году их стало 239, но это же абсурд. Зайдите прямо сейчас на официальный сайт и увидите, что этих организаций свыше 1000 единиц. Кредитное товарищество, ломбард, микрофинансовые организации, как хотите, все эти организации занимаются официальной выдачей онлайн-кредитов. А некоторые из них занимаются воровством по закону. Я сейчас объясню, почему. У нас, согласно закона, установлен верхний предел вознаграждения 56%. Но, законодательно, из-за какого-то умного депутата данная мера не распространяется на займы, которые выдаются на срок до 45 дней и на сумму не выше 170 тысяч тенге. Правительство это прекрасно знает и никак не реагирует. И ничего не делая, депутаты вместе с сообщниками кредитного безобразия развивают данное направление. Отсюда наша экономика слабеет, мы зависим от импорта, а также с распростертыми объятиями встречаем и девальвацию, и инфляцию. Коварство онлайн-кредитования Коварство онлайн-кредитования, вот кажущееся в его легкости, вот конкретно, безнадежно загоняет наше население в кредитную кобылу. Вот из-за этого у нас родился закон о банкротстве. Кстати говоря, он тоже ни хрена не работает, но об этом мы поговорим в другом нашем специальном выпуске. Уважаемые депутаты, а также лица, которые хоть как-то иногда думают о будущем нашей страны, хотелось бы до вас занести две новые ситуации. Итак, первое. Микрофинансовые организации, чтобы обойти верхний предел выдачи суммы, делят вам кредит на несколько договоров. И в итоге вместо одного договора с вами заключают 10 договоров, каждый на 100 тысяч тенге. И в итоге вы получите 1 миллион тенге. А возвращать все равно придется 2 миллиона. И второе. Мошенники стали все чаще отправлять смс-сообщения с ссылкой на загрузку программы, таких как TeamWear или AnyDesk. Все эти программы делают ваш сотовый телефон управляемым третьими лицами, то есть удаленно. И поэтому, друзья, обязательно прочтите об этих программах в интернете, изучите эту информацию и донесите до своих близких, что такое удаленный доступ. Это важно. Ну а тем временем, наше агентство по регулированию развития финансового рынка придумывают, как с этим бороться. Якобы они не топчутся на месте. И обязали всех микрофинансовых организациях производить идентификацию личности заемщика. Представляете? До этого, оказывается, не нужно было идентифицировать. А теперь, оказывается, нужно проверять, что действительно ли этот человек берет у вас кредит. Идентификацию будут производить тремя способами. Первое. Посредством электронно-цифровой подписи. Второе. В соответствии с биометрическими параметрами заемщиками через сервис Центр обмена идентификационными данными. И третье. Посредством двухфакторной проверки персональных данных и изображения заемщика в режиме реального времени. Вот. Ну, я считаю, что это все чушь. И оно толком у нас конкретно работать не будет. Потому что это, как обычно, у нас распространяется на микрофинансовой организации. А мы не учитываем еще те организации, которые не являются микрофинансовыми организациями. Чисто юридически. Фактически они выдают кредиты, но не имеют соответствующей лицензии. И я сейчас объясню вам, почему вот такие организации до сих пор живут. Даже если товарищество выдало вам кредит и не имеет на это лицензии, и вы об этом случайно узнали и даже пошли в суд и признали эту сделку недействительной, то суд все равно обяжет вам вернуть этому товариществу ровно ту сумму, которую вы взяли. Да, без процентов, но придется вернуть именно ту сумму, которую вы взяли. Иначе это будет как бы расцениваться необоснованным обогащением. Поэтому такие организации, они живут до сих пор. Вот, к примеру, если ТУОшка сейчас возьмет, не имея лицензии, 100 миллионов тенге и раздат нашему населению, то лишь малая часть, те, которые об этом случайно узнают, либо посмотрят этот видеоролик, среагируют и подадут в суд на признание данной сделки недействительной. В итоге они вернут эти деньги без каких-либо процентов. Но они все равно вернут эти деньги. И в сухом остатке мы что получаем? Товарищество выдали 100 миллионов тенге, даже если все сделки 100% признаются недействительными, они все равно вернутся в эту ТУОшку. То есть ТУОшка в этом случае ничего не теряет. А люди, которые не среагировали, не знают, находятся в неведении, они будут еще платить вознаграждение. Поэтому это как, знаете, беспроигрышная лотерея. Вот и была бы другая ровно ситуация, если бы через суд, признавая данную сделку недействительной, если бы они полностью на 100% бы лишали возможности вернуть этому товариществу свои деньги, то тогда в этом случае товарищество бы не стало бы так сильно рисковать. И они не выдавали бы эти 100 миллионов тенге населению, если они бы понимали, что завтра они не вернутся. Поэтому нужно брать лицензию и только после этого работать открыто и по закону. Но пока у нас вот существует вот такое безобразие, такие товарищества с ограниченной ответственностью под видом микрофинансовых организаций будут у нас расти как грибы. Ну и в конце, друзья, лайфхак. Господин Абдрахманов, раз вы даете официальный ответ Можелис, я считаю, что о данном ответе должно знать наше население. Итак, я буду читать вкратце именно те важные вещи, которые нужно вам знать. Иначе я думаю, что если читать полностью ответ, у моих зрителей пойдет суши и кровь. А я хочу сделать наш выпуск максимально понятным, и чтобы вы извлекали только полезную и четкую информацию. Итак, господин Абдрахманов, будучи исполняющим обязанности председателя агентства, пишут, что для снижения рисков и в целях защиты граждан от фиктивных микрокредитов на микрофинансовой организации распространяется требование по приостановлению начисления вознаграждений, прекращению претензионной исковой работы, а также списанию задолженности при наличии решения суда, в котором будет отражено, что этот кредит заемщикам не брался. Вот такие меры агентство сейчас реализует. Но давайте посмотрим на эффективность данной работы. С 2022 года агентству поступило 158 обращений по вопросам оформления третьими лицами фиктивных микрокредитов. Агентством по всем обращениям были назначены документальные проверки, но это все вода, вода, вода и все. Что было сделано в итоге? 9 микрофинансовых организаций были применены какие-то меры ограничительного воздействия. По 46 микрокредитам была списана незаконная задолженность на сумму 4,5 миллиона тенге. И по 23 микрокредитам была остановлена претензионная исковая работа до получения решения, которое подтверждает факт неполучения клиента микрокредита и завершения расследования. На самом деле хлопать нужно не в ладоши, а их по лицу. Потому что я в самом начале сказал, что за 3 месяца совершено более 5 тысяч эпизодов. Ущерб составил более 35 миллиардов тенге. А списали вы всего 46 кредитов на сумму 4,5 миллиона тенге. Где результат? Вы считаете и вы удовлетворены вот этой мерой, вот этой работой. 5 тысяч микрокредитов оформлены мошенническим путем, а списываете вы всего 46? Это же капля в море. И я считаю, что на данный момент вам нужно уже превзойти тот предыдущий опыт негативный. Для того, чтобы агентство не провалило свою работу, здесь нужно 2 вещи. Либо первое, вы начинаете контролировать микрофинансовые организации нормально, а также товарищества с ограниченной ответственностью, которые осуществляют свою деятельность под видом микрофинансовых организаций. Либо полностью прекращаете и запрещаете деятельность микрофинансовых организаций на всей территории нашей страны. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ